Приветствую! Когда я снял видео о постановлении КМУ 1487, это та постанова, которой был введен новый порядок воинского учета. Появилось много комментариев, в которых люди писали, что, мол, постановления КМУ не являются обязательным к исполнению. И, мол, выполнять нужно только законы, а постановы КМУ можно не выполнять. И после этого мне пришлось снять видео, в котором я со ссылками на Конституцию Украины, на закон Украины о Кабинете Министров Украины показывал, что постановления тоже являются обязательны к исполнению. Ссылочка на это видео есть в описании к ролику. После этого уже к этому видео появились комментарии о том, что, мол, окей, постановы КМУ обязательны. Но в компетенцию КМУ не входит установление правил воинского учета, мол, они должны быть установлены законом и все. И вот, друзья, снимаю это видео с целью показать, как обстоят дела на самом деле. Является ли установление правил воинского учета компетенцией КМУ. Сделаем мы это, как всегда, на основе Конституции Украины и на основе других законов Украины. Закона Украины о Кабинете Министров Украины и Закона Украины о Воинской Обязанности и Воинской Службе. Итак, сейчас на экране вы видите сайт Верховной Рады и Конституцию Украины. В 116-й статье Конституции Украины установлены полномочия Кабинета Министров. И, конечно же, люди, почитав эту статью, пришли к выводу, не в полномочиях Кабинета Министров Украины устанавливать правила и порядок воинского учета. Вывод, в принципе, правильный. Действительно, в Конституции Украины не сказано, что Кабинет Министров Украины имеет такое полномочия. Но на что не обращают внимания люди? Не обращают они внимания на пункт вот этот, пункт 10, где сказано, что Кабинет Министров Украины «Здействие инчи повноважения, вызначение Конституцией та законами Украины». Что это значит? Это значит, что в статье 116-й дан неполный перечень полномочий Кабинета Министров Украины. Кабинет Министров Украины может осуществлять иные полномочия, которые определены Конституцией Украины и определены законами Украины. Обратите внимание, здесь указано «законами». То есть не каким-то одним конкретным законом могут быть определены полномочия Кабинета Министров, а законами, то есть во многих других законах, могут устанавливаться полномочия Кабинета Министров Украины. Какие же это могут быть законы? Безусловно, закон о Кабинете Министров Украины. И вот мы видим этот закон. В этом законе, друзья, есть вот такая статья, статья 20, которая называется «Основни повноважения Кабинету Министров Украины». Конечно, мы не будем ее сейчас полностью читать, потому что это займет много времени и не входит в задачу, сегодняшнюю нашу задачу, которую мы ставим для этого видео. Обратим мы внимание лишь на один пункт. «Пункт номер 5. Полномочия Кабинета Министров у сферы национальной безпеки та обороноздатности». Вот здесь есть ряд полномочий и тоже, если их почитать, если их почитать, то мы не найдем конкретного указания на то, что Кабинет Министров может устанавливать правила воинского учета. Действительно, здесь такого полномочия нет. С другой стороны, здесь, конечно, есть, например, вот такое полномочие, вживая заходи в счет дозабеспечения обороноздатности Украины. И, как мы понимаем, что в эти заходы может много чего включаться. Но, друзья, подчеркиваю, я пока не говорю о том, что именно вот здесь, вот в то, что выделено сейчас, да, и содержится вот та мысль, что Кабмин может устанавливать правила воинского учета. В целом, например, еще здесь вот можно обратить внимание, да, что делает Кабинет. Здесь не заходы еще до забеспечения боездатности сбройных сил Украины. Вот здесь мы уже можем подумать о том, что, да, боездатность сбройных сил, она повязана с чем? С призывом, с наличием там военнослужащих. Но это все косвенно. Прекрасно понимаю, что это все косвенно. Теперь перейдем к следующему закону. Вот в законе про Кабинет Министров Украины мы прямо такое не нашли. Но перейдем к следующему закону. Закон о воинской службе и воинской обязанности. И вот здесь, в этом законе, есть статья 33, вот вы ее видите, которая называется «Загальни правила вейскового облику». И если мы почитаем эту статью, то мы увидим следующее. Часть пятая этой статьи говорит о том, что воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов ведется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Вот здесь мы четко с вами видим, что с законом определено, кто должен устанавливать порядок ведения воинского учета. Четко указано. Порядок устанавливается Кабинетом Министров Украины. То есть мы видим, что есть у нас Конституция Украины, которая перечисляет полномочия Кабмина и говорит, что другими законами также могут устанавливаться полномочия Кабмина. И вот в принципе здесь, сейчас на экранах вы видите, на основании какой статьи мы можем говорить о том, что порядок воинского учета устанавливается Кабинетом Министров Украины. И это статья закона. Не какой-то постановы, приказа, либо чего-то. Это статья закона. Ну и кстати, мы здесь видим, что есть здесь ссылочка. И если мы перейдем по этой ссылочке, то мы увидим порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, тот самый порядок, который утвержден постановлением Кабинета Министров Украины номер 1487. Так откуда же берутся мысли о том, что Кабинет Министров Украины не уполномочен устанавливать порядок воинского учета? Что постановление Кабмина можно не исполнять? Что можно не исполнять распоряжения ТЦК и национальной полиции, потому что они являются частными структурами. Все это берется от тех блогеров, которые не имеют юридического образования. Понимаете, для того, чтобы разобраться в законодательстве, недостаточно прочитать только Конституцию Украины. Недостаточно прочитать какую-то одну статью в законе Украины. Нужно системно знать законодательство Украины. Нужно знать много-много разных законов, нормативно-правовых актов. Нужно знать, что там написано. И более того, самое важное, понимать, что там написано. Потому что в сфере юриспруденции очень важно значение каждого слова. И человек, который не владеет юридическим образованием, который не учился пять лет толковать закон, изучать и толковать его, он не знает, он не понимает вследствие этого, что стоит за тем либо иным словом. И в этом смысле я хочу вас предостеречь от консультаций правозащитников, которые не имеют юр образования, и других людей, которые советуют, как вам поступать в той либо иной ситуации. Поверьте, эти люди, прекрасные люди, они действительно хотят лучшего, они действительно хотят защитить ваши права. Но они не могут этого сделать вследствие отсутствия специальных знаний и специальных навыков в этой сфере. То есть обращаясь и доверяя в вопросах права человеку, который не является юристом, вы подвергаете себя опасности. Вот да, скажу так, вы подвергаете себя опасности, потому что консультации этих людей могут завести вас в уголовную ответственность там, где вообще не было для этого оснований. Доверяя людям в вопросах права... Доверяя в вопросах права людям, которые не имеют юридического образования, это все равно, что лечиться у человека, который не является врачом. Но вы же этого не делаете. Но никто из нас в здравом уме не пойдет лечиться, не знаю, к программисту, да, или к инженеру. Так почему же мы следуем советам и доверяем рассказам про корпорацию Украина, про частные госорганы, тем людям, которые не имеют профильного образования, которые не могут вследствие этого понять, что же на самом деле написано в законодательстве. Друзья, если вы хотите получить юридическую консультацию и такую консультацию, которая не будет опасной для вас, обратитесь к тому человеку, который занимается профессионально именно этим вопросом. И тогда вы действительно получите реальную защиту своих прав. А не фантастические рассказы про корпорацию Украина, которые никому никогда еще не помогали. Поэтому, друзья, лечитесь у врачей, по вопросам права консультируйтесь у юристов, а зарядку делайте вместе с Максом Садовенко на его канале. И, друзья, это абсолютно не коммерческая интеграция. Я бы сказал, это антикоммерческая интеграция, потому что Максу почему-то я плачу за то, что он со мной занимается. Понимаете, я его плачу, еще и рекламирую. Почему? Потому что это профессионал своего дела. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok